Налоговая служба не сможет блокировать счета предпринимателей, которые используются не для бизнеса. Такое решение вынес Верховный суд страны по итогам рассмотрения двух жалоб от Госбанка ВТБ. Теперь служба сможет взыскивать налоговые долги с личных счетов только через СУ. К такому решению Фемида пришла, исходя из спора банка с налоговыми инспекциями в Московской и Псковской областях, которые произошли в 2019 году. В частности, они требовали приостановления операции по личным счетам двух предпринимателей за долга перед бюджетом в размере 2 миллионов и 60 тысяч рублей. ВТБ исполнил требования частично, заморозив несколько счетов, открытых этими клиентами как индивидуальные предприниматели, при этом отказал в списании средств с личных счетов. Верховный суд на основании этого подготовил свое постановление, которое является инструментом прямого действия и для ниже стоящих судов. Предприниматель, если идет в свою деятельность, может быть спокоен хотя бы за свои личные счета, потому что нужно еще доказать о том, что он был неправ. И обоснованное требование налоговой о том, чтобы закрыть его счета. Поэтому теперь налоговая, чтобы наложить на арест на счета личные предприниматели, должна обращаться в суд, получать судебное решение, исполнительный лист и уже работать в рамках правого поля. Ну и напомню, на сегодняшний день в республике насчитывается более 120 тысяч предпринимателей. За первое полугодие их количество сократилось на 2 тысячи. При этом за счет увеличения количества самозанятых увеличилось и налоговые поступления от бизнеса в республиканский бюджет. За полгода их сумма перевалила за 6 миллиардов рублей, что на 30% выше показателей прошлого года. Всего же по итогам первого полугодия 428 тысяч жителей республики, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, привлечены в малый и средний бизнес.